Приветствую всех вас сегодня, дорогие мои друзья, книжных слов. Я Янис, это мой канал о книгах, смыслах книг и за их пределами. И сегодня захотелось мне чего-то такого челового, вайбового, спокойного и радостного. А именно, открыть мои книжные покупки и, наконец-таки, распаковать книжную посылочку, которая уже лежит, по-моему, недели три и ждет вот этого вот знаменательного момента, когда я решу все-таки снимать видео и открою ее. Времена нынче непростые, новости что-то совсем не радуют, и хочется простого, чего-то человеческого, спокойного и радостного. Так что давайте проведем это время максимально комфортно. Заваривайте чайку, кофейку, чего вам там в вашей душе угодно, и погнали смотреть мои книжные покупки. В этом видео мы даже переоденем мою читалочку, которая давно заслуживала того, чтобы ей приобрести какой-нибудь красивый чехольчик, потому что в кадре она участвует часто, но при этом выглядит уже каким-то потрепанным образом. Вот так вот. Я, в общем-то, не жалуюсь на этот конкретный чехол, но за время использования, это года, наверное, два, что ли, я его использовала, вот появились такие потертости, и он из-за того, что он пластиковый, он все-таки быстро стал отлетать по углам. Но лучше все равно было с ним, чем без него, потому что спасала эту читалку очень часто. Она падала, где-то валялась, где-то была намочена, и думаю, что страдала бы намного больше, если бы чехла в ней не было. Так что чехлы обязательно к читалкам покупайте, но вот он уже старенький, потрепанный, и решила я его заменить на красивый и не потрепанный, потому что все-таки это моя рабочая машина, мой рабочий инструмент, так сказать. Так что много сегодня суперинтересного ждет нас. Погнали! И начну я, пожалуй, с грандиозных книжных покупок, потому что они настолько грандиозные, что стоят за моей спиной и занимают там практически все пространство. Могу вам показать, видите? Это огромная стопка, которую я покупала недавно. Будет большой-большой выпуск в начале следующего месяца. О том, что я с ними собираюсь делать и как я их покупала. В общем, будет интересно. Так что не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и ждать с нетерпением новых видео. В общем, все эти книги-толстяки, и сейчас я вам немножко о каждой из них расскажу и покажу. Вблизи, например, вот неожиданная такая покупка для меня, во всяком случае, потому что я не особый такой читатель Стейс Крамер и прочих young adult fantasy каких-то историй. Я вообще, в принципе, не очень это люблю, не очень это понимаю. Многие любят такие книги, многие любят как guilty pleasures и просто отдыхают, когда читают их. Я, в общем, не отношусь ни к тому, ни к другому типу, потому что, ну вот, отдыхаю я, скорее, с какими-то детективщиками, с какими-то очень, может быть, простыми обычными книгами, не суперумными. Но это вот книги не из этой серии. Тем не менее, мне кажется довольно интересным исследовать какие-то поп-феномены. И Стейс Крамер, это довольно молодая писательница, как я поняла, пишет довольно популярные книги, которые популярны среди молодежи. И мне интересно стало, почему они популярны, что же такого, вот она такого пишет, что интересует молодежь и подростков. И это не самая ее знаменитая книга, называется она «Юность подарит первые шрамы». Самая знаменитая, по-моему, что-то там про самоубийство, но я, честно говоря, не очень сильна в творчестве Стейс Крамер, поэтому не скажу вам, как там называлась точно ее первая книга. Но вот мне под руку и для моих целей попалась именно вот эта вот книга. Я уже даже ее начала читать, не скажу, что это прям как-то плохо, совсем бездарно. Нет, ну, обычный такой романчик про любовь, про девочек, мальчиков тоже, которые учатся в каком-то кампусе, то есть немножко такой налет есть и Дарк Академия в этом всем. И, в общем, переживают какие-то свои горести и радости, и любовные разные интрижки. Естественно, все они юные, и юность им дарит первые шрамы. Вот, думаю, быстро справлюсь с этой книгой. И скоро, скоро уже расскажу в ней, в прочитании. Следующая покупочка просто века. Эта книга у меня есть в читалке, в электронке. Я ее уже начинала, но как-то довольно безуспешно. И хотелось бы продолжить, потому что это такой эпохальный роман, который входит в кучу рейтингов, фитопов, классики, которые надо прочесть там обязательно за всю свою жизнь. И, в целом, я согласна, что, наверное, такой роман «История семьи», такой семейный огромный роман, он не просто так, в общем, есть на многих книжных полках и во многих списках. И, в принципе, «Сага о форсайтах» — это очень важный роман, который показывает не только семью, а какой-то исторический срез, страну. И много чего интересного из него можно подчеркнуть. Что меня натолкнуло на «Сагу о форсайтах»? Бывает такое дело, что начинаешь, например, смотреть какой-нибудь сериал и понимаешь, что вот с ним созвучна какая-то книга, что вот обязательно нужно добраться до этой книги, которая на тебя смотрит, давно тебя ждет и манит. И вот таким сериалом стали для меня наследники. Там тоже «История семьи», очень богатых людей, медиамагната и его четырех наследников, и борьбы за власть, и много чего там происходит. И вот, значит, посмотрела я этот сериал, была впечатлена и решила, что необходимо почитать, наконец-таки, дочитать уже начатую «Сагу о форсайтах». Купила ее в таком виде. Было у меня желание купить и в твердой обложке, но как-то сильно дороже твердая обложка стоила. Поэтому я решила, что пока не уверена, что это прям какая-то моя настольная книга или книга, которую я бы хотела хранить у себя на книжном полке. Поэтому пока что в обложке этого издания, этой подписки, их я, в принципе, люблю, и книги в таком формате мне нравятся. Так что погрузимся в чтение. Уже я погрузилась, как видите, прочла немножко. «Сагу о форсайтах» и узнаем, что же там за хитрость сплетения и семейные дрязги и перипетии внутри этой прекрасной классики. Следующая книга — это Умберто Эко и его «Таинственное пламя. Царица Лааны». В принципе, Умберто Эко, мне кажется, что он не нуждается в каком-то глобальном представлении. Это медиавист, историк, писатель довольно массовых книг. Несмотря на их массовость, они всегда очень интеллектуальные, очень с каким-то историческим контекстом, с какими-то загадками, шарадами, тайнами. «Славя царица Лааны» тоже из той же оперы. Здесь у нас по сюжету человек, довольно глубокий ученый какой-то муж. Мы понимаем, что он именно такой теряет память и теряет ее довольно своеобразным образом. То есть он не помнит свою жену, своих детей, какие-то этапы своей биографии. При этом он помнит все, что касается интеллекта. Он помнит цитаты из фильмов, цитаты из книг, цитаты откуда-то еще. И из этих цитат начинает компилировать вообще свое прошлое, будущее, настоящее и как-то существовать, помня только это, собирать свою личность только вот на основе таких его воспоминаний, довольно, как мы понимаем, гуманитарно, каких-то научных. И вот дальше он будет пытаться вспоминать свое прошлое, как-то погружаться, переживать как будто бы всю жизнь, которую прожил и забыл. И параллельно это будет происходить, естественно, с переплетением каких-то культурных кодов, которые его окружают. Он приезжает к себе домой, смотрит какие-то пластинки, которые ему в детстве ставили, фильмы, и понимает, что он был за человек. Он пытается, опираясь хотя бы на эти какие-то вещи, понять, какой он был. Революционер или наоборот, спокойный, правый, левый, не знаю, высокоморальный или не очень, и так далее, и тому подобное. И вот такой вот эксперимент в этой книге проводит с нами Умберто Эккер. Читается она очень быстро, я ее уже где-то прочла до середины. И скоро, опять-таки, вам о ней расскажу. Следующая книга тоже немаловажная, мне кажется, в историческом контексте, потому что это один из лучших современных американских авторов. Это Чарли Кауфман и его муравьечество. Чарли Кауфман известен многим по сценарным его работам. Он писал сценарии для разных фильмов, в том числе «Вечное сияние чистого разума», «Быть Джоном Малковичем». То есть у него довольно своеобразные работы сценарные, скажем так. Этот роман тоже его своеобразная работа. Там он описывает, в общем-то, его лирический герой. В нем есть что-то от самого автора. Лирический герой проживает свою жизнь, жизнь человека, который работает в кино, работает с фильмами, пишет тексты, встречается попутно с разными людьми и в каком-то постмодернистском ключе видит этот мир, рассуждает о мире, высказывает очень непопулярные мнения, мнения, которые сегодня, за которые могут отменить, которые сегодня 35 раз подумаешь, чем написать в свой твиттер. Но наш герой, он вот такой вот, довольно считает себя неудачником, но при этом как бы все про всех знает. И знает весь этот мир. И, в общем, понял его, прочувствовал и описывает нам в своей книге довольно большой. Вот читать это очень интересно. Тут интересно построен текст. Уже в ближайшее время я дочитаю и расскажу вам про «Муравьечество». Это довольно культовый роман, и здесь очень хороший перевод. Перевод от Алексея Поляринова и Сергея Карпова. Это такой переводческий дуэт, который переводил довольно много интересных книг. Именно из разряда современной американской литературы, которую довольно сложно переводить, но вот им удается. Плюс сам Поляринов тоже писатель и пишет неплохие романы. И как бы это все отражается вот на русском тексте Кауфмана. И это довольно интересно читать. Следующая покупка тоже эпохальная. Мне кажется, это как раз-таки книга, может быть, стать настольной. И вообще должна быть в библиотеке. Поэтому я тут не скупилась и купила ее сразу в тяжелом таком варианте. Не то чтобы ее в легком можно вообще-то найти. Вот такое вот потрясающее у меня оформление. И это Роберто Балангия, итальянский писатель. Писатель современный, хотя его в живых, по-моему, уже нет. Но его книги вызывают многочисленные дискуссии. Роман 2666 был опубликован уже после его смерти его наследниками, его потомками. И его называют одним из самых больших и самых важных романов 21 века. По сути, это компиляция нескольких романов. То есть здесь пять, по-моему, историй. Или четыре, или пять. Да, здесь пять историй, которые связаны какой-то одной нитью. Но, по сути, в них будут участвовать разные персонажи. И когда Роберто Балангия просил, чтобы его роман опубликовали после его смерти, он просил, чтобы эти истории выходили по отдельности. Но в этом был скорее коммерческий интерес. Потому что так бы платили больше, чем за одну книгу. Но его наследники решили, что дело не в деньгах, что лучше они опубликуют все-таки целый роман полностью. Как этого бы, наверное, и хотел в идеале их отец. И как он себе представлял эту книгу, что это одна полноценная история. Хотя она как бы сплетена из пяти разных историй. И начинаться она будет с того, что существует некий очень таинственный писатель, которого выдвигают на Нобелевскую премию. У него очень своеобразная биография. Он очень из себя такой необычный парень. Но никто толком не знает, кто он. И он супер такой ноней. И вот есть группа исследователей. Там четыре человека, которые занимаются его биографией. Они ездят на разные мероприятия. Они общаются друг с другом. Они выясняют разные детали и тонкости его биографии. Хотя это сложно, потому что человек, он очень закрытый. И между ними какие-то возникают тоже взаимоотношения, в том числе и любовные. И дальше эта интрига разобьется во что-то еще. Дальше появятся какие-то странные либо элементы в биографии самого вот этого писателя. Либо какие-то таинственные загадочные убийства. В общем, это произведение будет с ноткой такой детективщины. И при этом оно очень интеллектуально насыщенное. За что его, собственно, интеллектуалы-то и полюбили. И называют главным романом последних 25 лет. Так что жду не дождусь, когда у меня будет время на почитать. И рассказать вам уже об этом большом и красивом романе. Следующие две книги, которые просто станут очень достойны на мою книжную полку, когда я ей обзаведусь. И мне кажется, это очень крутые книги. И, в принципе, в этой серии я их начинаю собирать. Это книги «Полки» и «Альпины». Когда-то мне «Альпина» уже высылала из этой серии книги на обзор. Это был Гоголь Николай Васильевич и его «Мертвые души». Я попросила в подарок. Но остальное я уже решила докупать сама. Потому что здесь не только книги. Вот видите, они у меня еще упакованы. Потому что распаковывать я буду чуть позже, скорее всего, для чтения. Это классика, которую я, в принципе, уже читала. Но в таком формате она мне очень нравится. И считаю, что должна храниться где-то на полках. Во-первых, посмотрите, какой цвет. Какая красота. Во-вторых, там внутри есть комментарии от самой полки. И от Сапрыкина, и других прекрасных людей, которые занимаются этим проектом и которые разбираются в литературе уж точно побольше нашего. И вот они пишут о значимости этих романов, о биографиях автора, о том, что вообще из романа из себя представляют и как их понимать. И мне кажется, это очень хорошее дополнение к уже вроде бы и так разобранной по косточкам классике, но от людей, от современных исследователей этой классики. Плюс здесь дополнение, которое объясняет классику в современном контексте и дают немного представления и понимания о том, почему же Гоголь, почему же там Вермонтов и Ижи с ними до сих пор актуальны, и что они значат для современного человека в 21 веке. Я купила две книги. Это у меня Михаил Булгаков. Ну, Булгакова, прежде всего, конечно, я купила, потому что хочу сделать его разбор, и потому что вышла экранизация Михаила Булгакова, которая шумела очень сильно и была скандальной, как и, впрочем, все экранизации Булгаковой с ними. Как правило, что-то не так, какая-то мистическая составляющая в них всегда есть. И мне захотелось Мастера и Маргариту в таком вот формате почитать, перечитать и с вами, кстати, обсудить. И вторая книга — это Михаил Юрьевич Лермонтов и его «Герой нашего времени». Тоже у меня был запрос и от подписчиков, и сама я хотела обсудить подробнее эту книгу. Для этого эту книгу мне хочется почитать и именно в бумаге, и именно в таком формате. Так что вот такие вот книжные покупки потрясающие от «Альпины и Полки» у меня есть. Еще одна очень интересная книжная покупка и влог с чтением именно этой книги я буду снимать в ближайшее время, потому что хочу приурочить его к определенной дате. Надеюсь, у меня это получится. Но пока я вам просто рассказываю про эту книгу. Называется «Инцелы. Как девственники становятся террористами». Написал ее Стефан Краковский. И я так понимаю, это исследование о мужчинах, которые намеренно не лишаются девственности всю свою жизнь, сублимируют свою вот эту вот энергию во что-то другое. И, видимо, по мнению этого исследователя, сублимировать они ее будут во что-то не самое лучшее. Тут будет разбираться тема того, именно как эти девственники становятся террористами, то есть решают какие-то не самые лучшие задачи. И связаны ли эти два понятия мужской невинности, сознательного отказа от сексуальной жизни и их повышенной агрессии? Влияет ли одно на другое? Мне кажется, очень интересно почитать эту книгу. Она такая своеобразная и читается, думаю, быстро. И в ближайшее время мы с вами разберемся, кто это такие и стоит ли их опасаться. Или наоборот, все, о чем пишет тут исследователь, полная ерунда и притянуто за уши. Такое тоже может быть. Ну что ж, ребят, сейчас у нас в ход пойдет огромная коробка с книжной посылкой от Альпини. Альпина в этот раз прислала очень классные книги, которые я очень хочу давно раскрыть, вскрыть, но как-то вот все было недосуг. Как-то я откладывала этот момент на тот самый случай, когда буду записывать видео. В общем, мне кажется, момент настал. Готовьтесь, там будут очень классные книги, о которых я вам сейчас расскажу. Кто любит шуршание коробок, подносите своих котов к экрану. Первая книга художественная, очень красивая и интересная, называется «Антиквар» от Олега Постного. Или Постного, вот надо точно выяснить. В общем, меня книга зацепила и своим оформлением, и своим содержанием, синопсисом к ней. Есть некий антиквар, которому 40 лет. Он живет свою скромную жизнь, коллекционирует предметы. И вдруг мы понимаем, что в этой жизни у него что-то не так, и что он причастен к какому-то убийству. И тщательно это скрывает. Убийство связано с какими-то антикварными, загадочными, таинственными предметами. И мы будем рыться вот в этой связи антиквариата и загадочного убийства. Мне кажется, одно другое только приукрашает, подсвечивает, и такая взаимосвязь, она довольно интересная. И сам персонаж, вот этот вот герой, который сохранит антиквариат, уже сам по себе, мне кажется, вызывает такой интерес читательский. Вот, тем более сама люблю антиквариат, не то чтобы его храню, но по всяким барахолкам пройтись всегда не прочь. Думаю, это будет классный роман. Мы даже его распечатаем. Скорее всего, он 18+, и что-то тут может быть не так. Ну, раз речь все-таки идет об убийстве, ясное дело, что тут что-то не так. Вот такая потрясающая обложка у него, такое зеркало, да, светное зеркальце, скажи. Красота. Думаю, это будет читаться быстро, и история вполне себе увлекательная. Мы перейдем к следующей книжечке. Следующая книга у нас от Василия Голованова называется «Остров или оправдание бессмысленных путешествий». В этой книге это эссеистика в большей степени, как я поняла. Голованов, в принципе, знаменит тем, что он журналист, эссеист, и он много разных исследований делает. А в этой книге он забирается на остров далекий какой-то в российской глубинке и рассказывает нам о своих впечатлениях проживания на нем. Мне вообще, в принципе, нравятся вот эти вот истории, когда кто-то куда-то забирается очень далеко и делится своими впечатлениями. И, в принципе, я так понимаю, что тут будет немножко русской в тоне, немножко такой философии о путешествиях и так далее. А с учетом того, что последние события как раз-таки склоняют людей даже, которые были когда-то далеки от путешествий, все равно куда-то перебираться, переезжать, даже если они этого не планировали. Мне кажется, книга вполне актуальна, и каждый из нас ищет какой-то такой свой спокойный остров уединенный и беспроблемный. И, может быть, это рассуждение немножечко и о таком острове в том числе. Книга номинант, я так понимаю, или как-то выделялась премией Ясной Поляны, что, в принципе, тоже добавляет ей плюсов, как мне кажется. Ясная Поляна ерунды в основном не советую, хотя там бывают спорные моменты. Книга иллюстрирована, не знаю, это фотографии самого автора или просто тут их как-то подобрали. Вот такие вот есть фоточки и тексты. Мне кажется, это будет читать интересно, с учетом того, что мне чем-то напомнил синопсис этой книги, книгу Выгон, где главная героиня тоже была островная жительница, она там родилась, только дела происходили в Британии. Где-то на Британских островах. И вот она тоже описывает в каком-то своем эссе, переплетает жизни в природе, на острове, среди бушующих со всех сторон вод. И ее ментальное какое-то состояние, как это влияло на ее жизнь, на ее развитие. И, в общем, в таком контексте исследует островную жизнь. Тут, наверное, будет немножко другой контекст, потому что наш исследователь все-таки, наверное, городской житель изначально. И вот он куда-то отправляется в бессмысленное, как он утверждает по названию, путешествие. И что-то из этого путешествия определенно вынесет. Поэтому с удовольствием почитаем. Следующая книга называется «Мы, собаки и другие животные. Записки дрессировщика Иван Затевахин». Ну, это я так готовлю себя морально к заведению собаки. И не знаю, когда это случится. И случится ли когда-нибудь. Но, в принципе, у меня есть такие, значит, мыслишки по поводу того, что хочется мне собаку завести. Хотя, мне кажется, это очень сложное такое приключение. Требует много подготовки, много финансов, много ресурсов на то, чтобы завести собаку. Вот. Но я смотрю разные каналы периодически. И периодически я смотрю разные каналы про то, как тренируют собак. Мой любимый канал «Доктренинг», по-моему, так и называется. Там очень обаятельная женщина, харизматичная. К ней приходят люди с разными собаками, со сложными проблемами. Вот. И она помогает психологически, короче, и не только настроить эту собаку на нужный лад. И заставить ее делать какие-то нужные вещи. Выполнять команды и слушаться хозяина. Иногда собаки больше дрессируют хозяев, чем наоборот. Ну вот. И здесь у нас будет Иван Затевахин, который, я так понимаю, имеет многолетний опыт дружбы и дрессировки собак. И он написал книгу о том, как их тренировать. Так что, собачайники всех стран, объединяйтесь. Приобретайте такую книгу. Я почитаю и расскажу, нашла ли в ней что-то полезное. На самом деле, вот из моего опыта, когда я смотрю всякие доктренинские вот эти вот видео, мне кажется, что иногда и себя дрессировать по той же технике, как происходит дрессировка собак, тоже очень полезно. Очень много, на самом деле, психологических моментов, которые действуют не только на собак, но и на людей. Не знаю, как объяснить. Позже, может быть, объясню, когда буду говорить об этой книге. Но для тех, кто думает о собаке, думает о том, чтобы завести такого четырехлапого друга, мне кажется, не лишним будет, прежде чем приступить к действиям, все-таки почитать о том, как это. Потому что это довольно серьезный, как мне кажется, труд. И просто так с бухты-барахты нельзя взять собаку еще. Все-таки немножко хотя бы к этому надо подготовиться. Поэтому вот вам моя рекомендация совместно с Альпиной. Следующая книга просто красота. Я же коллекционирую, в принципе, надо будет уже скоро делать подборку именно таких книг. Мы ее сейчас разрезаем. Я коллекционирую книги о еде, которые исследуют еду, которые исследуют пищу, которые как-то рассказывают о еде в разных произведениях культуры, литературы и так далее. И вообще, в принципе, какие-то кулинарные книги знаменитых людей и так далее. Потому что у меня вообще моя блогерская деятельность начиналась с канала «После прочтения съесть», где я, собственно, и тоже рассмышляла о еде, о еде в литературных произведениях. Готовила рецепты по мотивам этих самых литературных произведений. Потом поставила это все на паузу и перешла просто в разговоры о книгах. Но тема еды все равно меня всегда очень интересует в таком культурологическом каком-то контексте. Не сказала бы, что я по жизни большой гурман, но вот читать об этом мне прям интересно. И здесь у нас просто комбо, потому что, во-первых, здесь Станислав Дробышевский, а во-вторых, эта книга называется «Борьба за обед» и еще 50 баек из грота. Станислав Дробышевский, если вы не знаете, кто это, то срочно включайте его канал. Не знаю, есть ли у него канал, но он точно приходит очень часто в гости к каким-нибудь там журналистам, передачи, научно-популярные какие-то проекты. И очень много рассказывает про антропологию, про людей, про то, кто мы такие и откуда в нас разные всякие вещи. Это очень обаятельный лектор, довольно своеобразный такой, со своеобразным чувством юмора. Но его очень интересно слушать, невозможно оторваться от его размышлений, от его знаний и от глубины этих знаний. И вот я так понимаю, что он написал книгу про еду и про то, как борьба за обед, наверное, помогла человечеству прийти из первобытного какого-то облика к сегодняшнему. Мы это то, что мы едим, но мы еще и способ добычи пищи. Миллионы лет наши предки искали фрукты, ловили рыб, охотились на птиц и зверей, а иногда пытались и сами не стать чем-то обедом. Вся наша жизнь вертится вокруг еды. Даже чувство удивления, способы общения, ритуалы, все это либо проистекает из желания поесть, либо сопровождается пиром. Ну вот о чем я и говорю. Как прощуровели свою борьбу за обед, об этом расскажут 50 невыдуманных историй. В общем, мне кажется, это жутко интересная книга. Она еще потрясающе как-то иллюстрирована. И мне кажется, что эта книга, которая, кстати, подойдет не только взрослым, но вот подросткам, тем, кто учится в школе от 13, там, не знаю, до 16 лет. Она очень красиво иллюстрирована. Она тут будет, скорее всего, я более чем уверена, если Драбушевский действительно работал над этой книгой самостоятельно, а не через каких-то гострайтеров, то это будет очень как-то обаятельно написано, и это будет суперинтересно почитать. Поэтому мне прям не терпится засесть за обед и за эту книгу. Вот, может быть, одновременно, кстати. Так что всем вам очень советую, очень классная литература и познавательная. Ох, ну и последнее, но не по значению, у нас тут с вами следующая книга. Это Гюнтер Грасс и его жестяной барабан. Сейчас мы его вскроем, и я вам расскажу, что за оно. Что за она? Гюнтер Грасс и его жестяной барабан экранизированный. И вы, возможно, смотрели эту экранизацию. Я точно ее смотрела. Смотрела в слишком раннем возрасте для того, чтобы понять всю суть этого, как мне тогда казалось, арт-хауса. Хотя сегодня это уже классика, я думаю, кино. Очень сложный фильм, очень сложная мысль там какая-то вложена мне на тот момент, когда я смотрела. Было лет, не знаю, 14. И я мало чего поняла. Но на самом деле это довольно важная историческая книга. Ну как историческая? В историческом контексте книга. «Жестяной барабан» – один из важнейших романов современности, вошедший в послевоенный канон европейской литературы. Впервые был издан в 59-м году. И был герой «Маленький человек» Оскар Мацерат, детство которого приходится на годы зарождения национал-социализма. «Осознавая абсурдность действительности, Оскар решает перестать расти, чтобы не становиться взрослым. Его постоянный спутник – жестяной барабан. Отбивая на нем ритм, Оскар выражает свое отношение к окружающему. Безжалостным, саркастичным, в то же время проницательным взглядом наблюдателя снизу показана жизнь в Третьем Рейхе. Атмосфера мира обывателей, порождающая равнодушие ко все возрастающему страшному злу». Роман в третестной форме, отразивший историю Германии 20 века, принес своему автору мировую известность. То есть, понимаете, это какая-то такая немножко то ли постмодернизм, то ли даже антиутопия. Но, в общем, в любом случае это какая-то фантастическая такая история. То есть человек отказывается расти из-за того, что мир грядущего его пугает. Из-за того, что в нем происходят постоянно какие-то стрессы. Из-за того, что, в конце концов, идет война, Гитлер пришел к власти, и все вообще плохо. Никаких перспектив в этом мире он не видит. Как-то, мне кажется, это что-то напоминает немножко, да ведь? И вот он устраивает свой протест тем, что отказывается расти, и ходит с этим барабаном, и бьет постоянно в этот барабан. И вот по экранизации я помню этого мальчика, он меня пугал. Мне он казался каким-то максимально странным ребенком. Ну, там такого и подбирали. Он и должен быть как бы не совсем ребенком. Это все-таки должен быть взрослый человек, который отказывается взрослеть. И остается в теле ребенка. В теле, которое меньше ответственности на нем. Ну, то есть, ребенка не могут избить, ребенка не могут посадить в тюрьму. Вполне логично его мысли, этого человека, в том мире, в котором он живет, не взрослеть. Вот остаться ребенком, и все. И тогда он себя немножко оберегает от этого ужаса, который ждет, вообще-то, взрослого человека. Ну, или непонятно, оберегает или не оберегает. Получается у него это или нет. В любом случае, экранизация, экранизация. Но книга, мне кажется, куда плотнее, судя по тому, как она выглядит. И судя по тому, что внутри в ней написано. И мне кажется, она обязательно к прочтению. Тем более в наши непростые времена. Я думаю, что, может быть, в дальнейшем я сделаю разбор и книги, и фильма одновременно. И попробую такой новый форматик. Может быть, именно на примере этой книги. Но не уверена, потому что книга довольно тяжелая, и сложно будет с ней разбираться. И тем не менее, это очень классное произведение, которое как нельзя актуальнее в наши времена. И как раз, когда, я помню, я в подростковом возрасте смотрела этот фильм, мне он казался, наоборот, не актуальным. Казалось, что эти времена давно ушли. Уже что там смотреть про эту войну, про этих нацистов. Как-то все сейчас по-другому. Это вообще не актуально. И это незачем знать и смотреть, и переживать об этом снова. Но, как видите, это становится все актуальнее и актуальнее, к сожалению. Поэтому вот такая вот книга появилась у меня в библиотеке. В очень красивом издании от Альпины. Просто потрясающее оформление какое-то здесь, посмотрите. И надеюсь, что в ближайшее время я ее прочту, и о ней вам расскажу. Ну и бонус треком я вам тут предлагаю вот такой вот распаковать планер на неделю от Фалафель. Фалафель — это один из моих любимых брендов всякой канцелярки. У них очень классные блокноты. Они классные визуально, и они интересны внутри. Потому что у меня часто к планерам, к ежедневникам, очень много требований. И поэтому я просто иногда пользуюсь чистыми обычными листами. Мне так удобнее, чем пользоваться тем планером, в котором там все разлинеет, намного каких-то лишних деталей. Но вот Фалафель сделали такого рода планер. Сейчас мы с вами его распакуем. Это просто такой цветастый. Смотрите, я люблю все такое радужное-радостное. Цветастый календарик, хотя у них есть и не радужное-радостное. В общем, что на себя подставляет? Одна страничка, семь дней недели, куда ты вписываешь, нужны тебе дела. Здесь остается поле для заметок. Ты можешь оторвать эту страничку и повесить куда-нибудь на доску или там себе над рабочим столом. Можешь оставить в этом планере. И, в общем-то, в таком формате расписывать, какие дела тебя ждут. Я в этом плане... Житроград, наверное, мне много удобнее делать в блокноте. Хотя я понимаю, что есть там Google календари и прочие всякие инновационные штуки полезные и умные и удобные. Но мне почему-то неудобно. Мне удобно, когда многие вещи под рукой находятся. Особенно, что касается какого-то введения контента. То есть, если какие-то обычные дела, может быть, легче в заметках где-то вести, то распределение контента легче вести именно на таких бумажных носителей, чтобы они были перед носом. И я видела, что происходит за неделю и какие у меня планы на неделю. Плюс здесь есть такой стикер-пак, где можно расписать, где какой месяц можно сюда приклеить, месяц, мечты, какие-то вкладочки. Короче, много всякой полезной милоты, ерунды. И визуально как-то украсить этот планер. В общем, думаю, буду им пользоваться. Вот видите, с другой стороны он просто как такая оборотная сторона карт. В общем, думаю, буду им пользоваться и расскажу, как он в действии. Вот такая вот покупка. Интересно. Ну и последняя наша покупочка. Я надеюсь, что она по размеру моему Kindle. Хотя, может быть, это и не так. Тогда, конечно, мы вместе разочароваемся. И пойдем сдавать это обратно. Так, не поверю, будет похоже. Или нет? Все-таки, наверное, она больше. Сейчас посмотрим. Смотрим. Эх, да, ребята, больше. Вот. Она слишком большая для моего Kindle. Хотя это очень красивая. Такая вот должна была быть обложка. Но почему-то я не могу найти под размер своего Kindle. Посмотрите, вот такая вот обложка, да, с принтом Ван Гога вот тут и тут. И здесь вот есть такой удобный держатель. Но я уже вижу, что под мой Kindle это не подходит. Мой Kindle на пару сантиметров меньше. Эх, придется все отдавать обратно. Очень жаль. И искать подходящих размеров. Но я боюсь, что их просто нет под мой Kindle. Такого формата обложу, к сожалению. Ну, ладно, не будем расстраиваться. Попробуем поискать что-то просто более такое в размер подходящее. Потому что, ну, уж это совсем как-то грустно. Ну, что ж, друзья, вот такие вот у нас книжные покупочки образовались. Надеюсь, вы хорошо провели это время. Подчеркнули для себя что-нибудь напочитать интересненькое. Рассказывайте в комментариях, что купили вы в недавнем прошлом и чем были впечатлены вы. Ну, и встретимся уже с вами в следующих видео, которые будут, надеюсь, очень скоро. И будут очень интересными. Так что не переключайтесь. И классных вам книг и книжных приключений. Пока-пока.